Добрый день! Не могли бы Вы рассказать о последних трендах на рынке мобильной медицины mHealth? Вы очень интересно в начале своего рассказа рассказывали о имплантировании как что-то последующее после носимых устройств. То есть это носимое устройство – это настоящее, но ближайшее будущее – это имплантирование. Не могли бы Вы, может быть, какие-то кейсы и тренды? Да, без проблем. На данный момент про носимые устройства мы уже все знаем. Они активно выпускаются, производятся и продаются, и можно уже ими пользоваться. Про имплантируемые устройства – это сейчас, грубо говоря, в лабораториях тех компаний того же Intel, они просто об этом не говорят. И прочих – это маленькие устройства, помещающиеся внутрь, скажем так, кровотока. Ну, это, скорее всего, вены все-таки будут, а не артерии, потому что если артерию проткнуть там сразу же. Соответственно, что делают эти устройства? То эти устройства меряют уровни сахара, гормонов, естественно, меряют пульс, ну, то есть частоту сердечных сокращений и даже то, как это все сокращается. Ну, типа маленькая осциллограмма такой. Ну и, собственно говоря, дальше обработка этих данных, ну, отправка их через радиоканал на смартфон, к примеру, ну, или какое-то профессиональное устройство. Облачная обработка данных, статистические некие рекомендации, вот. Причем рекомендации персонализированы. Если, например, ну, человеку ставят этот имплант, он уже пользуется им какое-то время, система накапливает информацию и видит его профиль. При этом она, естественно, видит, где он находится дома, на работе, в пути, с какой скоростью передвигается, там, на машине или пешком, да, там, высотомеры и прочее. Видит пульс, и, соответственно, если она, если система замечает какие-то отклонения жесткие от нормы, она это сначала просто фиксирует, вот. Потом спрашивает, что ты сейчас делаешь, там, и так далее. И таким образом, путем пошагового предближения постепенно человеку несложные рекомендации выдаются, ну, например, там, сейчас нужно меньше пить кофе, ты только что поднялся по лестнице. Сейчас, там, свежевыжатый сок из морковки тебе не очень подходит, у него высокогликемический индекс. А сейчас тебе лучше съесть кусочек сахара и так далее. Вот в таком вот режиме, и, скажем так, поскольку мне не все равно, да, я действительно хочу сделать мир немножко лучше, то, как говорится, я как раз за МХЛС, за то, чтобы путем несложных рекомендаций мы с вами могли воспитывать правнуков. Я являюсь генеральным директором, ну, и группграфтером, идеей, там, и создателем платформы Virtual Fitness. Мы занимаемся, это платформенное решение, которое объединяет нас с вами, пользователей, как людей, персональных тренеров, которые могут, то есть мы обеспечиваем связь между тренерами, теми, кто хочет тренироваться, и площадками, которые могут это представлять, то есть фитнес-клубами, ну, и сетями этих фитнес-клубов. Вот, и, собственно говоря, объединяя тех, кто хочет тренироваться, тех, кто умеет тренировать, и клубы, плюс мы добавляем туда, естественно, рекомендации по питанию от профессиональных диетологов, ну, и общие советы, да, создаем базу контентную, базу упражнений, базу, опять же, рекомендаций по здоровому образу жизни. Вот, и таким образом этот проект приводит к тому, что, ну, мы вот недавно услышали как раз о том, что 75% длительности жизни зависит от образа жизни человека. То есть, соответственно, мы как раз и пытаемся повлиять на этот образ жизни через внедрение игровых механик, через социализацию. Человек достигает своей маленькой цели, промежуточной, мы его хвалим, мы гладим его по голове, говорим, ты молодец, двигайся дальше. Вот, примерно так. И, соответственно, как мы вышли на этот рынок, если честно, я просто, ну, не каждый из нас может себе позволить персональные тренировки с тренером. Вот, вот, особенно на постоянной основе, ну, там, сейчас это там стоит, например, там, ну, в районе двух-трех тысяч рублей каждая тренировка. Соответственно, если человек занимается три раза в неделю, он должен очень прилично зарабатывать для того, чтобы позволить, даже позволить себе это. Не говоря уже о том, что кто-то скажет, буду тренироваться сам. А с помощью нашей системы он может, условно говоря, купить себе немножко персонального тренера. Он может с ним посоветоваться, он может ему отправить, ну, скажем так, какие-то свои запросы, пожелания. Тренер через свой профессиональный тренерский интерфейс может скорректировать его программу персональную тренировочную. Мы генерируем эти программы, ну, точнее, не генерируем, мы сегментируем пользователя и предлагаем ему программу, которая наиболее подойдет ему сразу, еще и без тренера. Но потом, когда пользователь хочет приобщиться к этой системе, то, ну, скажем так, посоветоваться с тренером, он может это сделать, и тренер ему дает персональные рекомендации. Вот примерно так. Кроме того, мы мониторим пульс с помощью пульсометров МИО-Альфа и ПОЛАР, вот, и тоже вырабатываем на основе этого рекомендации, усилит ли нагрузку, снизит ли ее и так далее. Вот, то есть влияем напрямую на здоровье. Вот, даже не все тренеры, на самом деле, в пульсовой зоне работают так, как работаем мы. Нам приходится пробиваться, есть лидеры, которые принимают новые технологии, но многие, к сожалению, боятся того, что индустрия изменится, но, к счастью, она изменится в любом случае. Хотим мы этого или не хотим. И те, кто, как говорится, сейчас не начинает применять новые платформы, новые технологии, они рано или поздно с этого рынка вынуждены будут уйти. Мы все об этом прекрасно знаем. Так же, как мы перестали покупать в авиакассах билеты или железнодорожные, авиационные, точно так же и фитнес к нам приходит через наши мобильные носимые устройства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!